Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции полностью проверит декларацию Дмитрия Абута. Такое решение члены НПК приняли сегодня на очередном заседании. За то, чтобы изучить отчет замначальника управления главного следственного управления нацполиции за 2016 год, проголосовали единогласно. Проверить отчеты Дмитрия Абута в НПК решили после целой серии наших сюжетов об этом скромном следователе. Но размах его коррупционной работы настолько велик, что хватит еще не на один материал. И вот новые подробности. Скромные задекларированные доходы Дмитрия Абута позволяют жить замначальнику следственного управления МВД на широкую ногу. Это Новопечерский Липкий, элитный жилой комплекс в центре столицы. Минимальная цена квадратного метра стоит до 2500 долларов. В 2015-м жена Абута купила в новостройке две квартиры площадью 113 и 91 квадратный метр. И два гаража в подземном паркинге площадью 40 квадратных метров. Из наших источников стало известно, жилплощадь перепланировали и соединили в одну квартиру без необходимых разрешительных документов. Но как-то все нормы обошли. Общая стоимость пентхауза составила более 600 тысяч долларов. Любит оборотень в погонах роскошные апартаменты. Со слов соседей, в квартире сделан дорогой ремонт. Завезена итальянская мебель, сантехника, кафель. Обошлось это по самым скромным подсчетам в 400 тысяч долларов. Откуда деньги на недешевое жилье и дорогой ремонт, чиновник не отчитался. А в НАПК проявили интерес только после наших сюжетов о быте Абута. Но уже в декларации за 2016-й элитная квартира испарилась. Ее якобы подарили матери Дмитрия Абута. На самом деле замглавы ГСУ продолжает жить именно здесь. О чем свидетельствуют вот эти кадры. Хотя по декларации он живет в Мариуполе. Но каждое утро оборотень в погонах выезжает с подземного паркинга элитного жилкомплекса. Можно в принципе оформить на своих родных, на третьих лиц, на подставных лиц. Вот очень часто мы видим, что то или иное предприятие, там выступает некий абсолютно третье лицо. Переписывать на родню элитное жилье Бут взял за привычку. Так, простой начальник охраны Мариупольского завода по производству масел, а по совместительству отец оборотня в погонах Сергей Бут, стал владельцем вот этого особняка площадью 360 квадратных метров под Киевом в селе Гореничи. Его оценочная стоимость более миллиона долларов. Но полицейский чиновник не посчитал нужным объяснять свои доходы. Более того, попытался скрыть от общественности и базу отдыха на Бердянской косе. Но попался на том, что в 2015 году лично продавал здание за 470 тысяч долларов. Мы выяснили, объект был оформлен как жилой дом, а поэтому гостиничный бизнес велся незаконно. Единственное дорогостоящее приобретение, которое Бут внес в декларацию, это два внедорожника. Volkswagen Touareg в полной комплектации. Владеют ими сам замглавы ГСУ и его супруга. Чиновник оценил их в скромные 170 и 130 тысяч гривен. На официальном же сайте стоимость одного автоподобной версии стоит около полутора миллиона. Два внедорожника обошлись бы не менее, чем в 3 миллиона гривен. Но Бут успешно уложился в 400 тысяч. Как? А вот это должны выяснить на ПК. Можно искусственно занизить стоимость того или иного объекта. Условно говоря, покупается квартира, и вы вдруг видите, что квартира покупается чуть ли не за две минимальные заработные платы. Потому что реально по договорам одна цена идет, а что касается тех средств, которые заплачены, заплачены черным налом. А это третий автомобиль Дмитрия Бута. Рейндж-ровер стоимостью 4 миллиона гривен. И мы точно знаем, куплен в 2016 году. Под него куплено и дополнительное место в подземном паркинге элитного жилого комплекса. В декларацию он не занесен и тщательно скрывается от общественности. Откуда у Дмитрия Бута с чиновничьей официальной зарплатой 226 тысяч гривен в год добра более чем на 2 миллиона долларов. В НАПК должны тщательно исследовать и расследовать. А пока им помогают. Мы провели расследование, передали документы в НАПУ и НАЗК. Людина владеет колькими домиками, маетками. Людина владеет низкой квартир. Дети, вы только вдумайтесь, ходят в школу и за это платится 300 тысяч гривен, 200 тысяч гривен. Третий дитина учится в Англии. Это правильные олигархические замашки. Я думаю, что сейчас милицейское уточнение Януковича само в шоке от того, что так можно. Франкфурт, Англия, Цюрих, Милан, Амстердам, Будапешт. Это не весь список городов, в которых Бут шиковал за последний год. Его супруга и дочь тоже любят Европу и довольно часто летают. К слову, старшая дочь пару месяцев назад улетела в Лондон и находится там по сегодняшний день. Наши источники указали, где отдыхает Дмитрий Бут и во сколько ему это обходится. Погоны не жмут. Как живет его семья? Каким бизнесом после отжима фермерских компаний владеет его супруга? И откуда деньги на элитное обучение детей? Уже в следующем сюжете покажем и расскажем. Как замначальник следственного управления МВД со скромной зарплатой живет на широкую ногу? И кто покрывает коррупционера в погонах? Это наш посильный вклад в работу на БУ и на ПК. Оксана Григорьева, Вячеслав Медведев. Подробности. Телеканал Интер.